Сегодня на нашем канале запущено вещание высокой четкости отдельной программы уже можно видеть в качестве HD. Напомним, на Самаргиз продолжается обновление студии и в течение этого времени программа события будет выходить без ведущих. Сегодня на телеканале Самаргиз началось тестовое вещание в формате высокой четкости Full HD. Скоро все наши зрители могут насладиться прекрасной, четкой, сочной картинкой и отличным звуком. Приглашаем к просмотру нашего телеканала. Больше всего меня поразило, что в Куйбышеве люди не прятались по подвалам. Эксклюзивное интервью вдовы великого композитора Ирины Шостакович. Теперь на страже более тысячи километров границы. Самарская таможня будет отвечать сразу за три региона. За столичным размахом широкие проспекты, разноплановая архитектура и бульвар с фонтаном в Самаре обсудили перспективы развития южного города. В Самаре готовится масштабно отметить день города. В том числе колоссальную работу проводят и с детьми. Во всех школах Самары проходят тематические классные часы. А уже на эти выходные подготовлена яркая и насыщенная программа, которая в этом году растянется аж на три дня. Все самое интересное начнется, как всегда, в пятницу вечером и продлится до конца воскресенья. Джаз – это великолепная музыка, музыка, искусство талантливых исполнителей для талантливых слушателей. Я думаю, что талантливые любители джаза соберутся и на фестивале в честь Дня города. Как настрой это перед фестивалем? Волнительно, всегда волнительно. Это как перед экзаменом. Потому что цели и задачи очень высокие. И мы должны, как обычно всегда говорят, не упасть в грязь лицом. Понятно, что мы подготовились на все 120%. Сделали максимально все, что от себя зависели. Ждем артистов на самом высоком уровне в плане приема. А вот то, что традицию задал в свое время Дмитрий Азаров, губернатор, это как-то вас подогревает? Вы понимаете, это же самый главный экзаменатор. Это же оценивается на очень высоком уровне. Потому что и до нас, и мы тоже проводили все эти джазовые фестивали. Они очень проходили на высоком уровне. И всегда организация была у Самары хорошая. Поэтому нам надо не останавливаться, а задать планку еще выше. И задача стоит, чтобы город увидел нечто новое. Но все-таки вот эти любимые какие-то моменты, они остаются? Вот, которые зрители с каждым годом принимают. Мы, смотрите, мы стараемся делать программу разнообразную. То есть мы от классического джаза до современного джаза. А перед сценой будет место, где самарцы могут потанцевать? Обязательно, конечно, конечно. Мы всегда оставляем место для джаза. Хотя для очень многих, и мы меняем это направление, для очень многих, что джаз это филармония, это какой-то там театр. Нет, джаз это вообще клубная музыка изначально. Это клубная музыка, под нее всегда танцевали. Джазовый концерт всегда должен заканчиваться весельем, танцами, неким таким отрывом, и чтобы ты там весь там вспотел. Говорю, ох, вот это да, вот это концерт. То есть в пятницу вечером на этой неделе город будет танцевать? В пятницу вечером город будет культурно развиваться, танцевать, веселиться. Калейдоскоп из праздничных мероприятий откроет джазовый концерт на склоне в Площади Славы. Так сложилось исторически, что Самара один из самых джазовых городов России. В начале 60-х она замыкала тройку лидеров и находилась сразу после Питера и Москвы. Любовь к джазу сохранилась у самарцев и сегодня. Взять, к примеру, хотя бы проект «Культурное сердце России». На протяжении всего лета на Самарской набережной джазовые коллективы давали концерты, а самарцы с удовольствием в них участвовали. Вспомнить летние эмоции и насладиться сразу несколькими жанрами джаза, включая старый и добрый, можно будет начиная с 18.00. А концертная площадка уже готова встречать гостей. Торжественное открытие памятника композитору Дмитрию Шестаковичу в Самаре пройдет в эту субботу. Знаменитую на весь мир седьмую симфонию он дописал именно в этом городе. Ее фрагмент на открытии памятника исполнит дирижер Михаил Щербаков с академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии. По его словам, здорово, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров помог возродить такую красивую традицию, как выступление оркестров под открытым небом для широкой публики. Для самого Михаила Щербакова исполнять музыку Шестаковича значит прикоснуться к чему-то великому и гениальному. Ведь каждая симфония композитора – это история нашего Отечества, которую никак нельзя забывать. У народа есть душа. И вот то, что мы и будем играть – это ценности неизмеримо более высокие, признанные всем миром и являющиеся славой нашего Отечества. Накануне открытия памятника легендарному композитору нашей съемочной группе посчастливилось встретиться с вдовой Шестаковича Ириной у нее дома и записать уникальное интервью. Слово Ларисе Шалафас. Семья легендарного Дмитрия Шестаковича бережно хранит память о нем. Супруга Дмитрия Дмитриевича Ирина Антоновна – человек непубличный и редко дает интервью. Но для нас она сделала исключение. И мы отправились в Москву. Квартира в Брюсовом переулке такая же, как при жизни Дмитрия Шестаковича. Здесь хранятся любимые вещи композитора – картины, книги, подарки. В одной из комнат стены увешаны работами художника Гершова, посвященные блокадному Ленинграду, городу, в котором рождалась и седьмая симфония Дмитрия Шестаковича. Музыкальное произведение создавалось во время артобстрелов. Композитор работал днем и ночью. В 41-м были готовы уже две части. 1 октября по распоряжению властей Дмитрий Шестакович отправлен в эвакуацию в Куйбышев. Накануне 42-го композитор симфонию завершил. В 41-м из блокадного Ленинграда в Куйбышев эвакуировали и юную Ирину Антоновну Супинскую, которой через много лет было суждено стать женой Дмитрия Дмитриевича. Как выяснилось позже, они даже проживали на одной улице. И мои впечатления о Куйбышеве, они никак не сочетались с теми впечатлениями, которые были у меня от блокады ленинградской. И меня в Куйбышеве поражало то, что там в домах не было бомбоубежищ, не было затемнений в домах. И что-то можно было получить в магазинах по карточкам и не стоять в многочасовых очередях. Именно в Куйбышеве впервые прозвучала легендарная седьмая симфония Дмитрия Шестаковича. В городе в начале 40-х, несмотря на тяжелое военное время, продолжалась культурная жизнь. Здесь, в эвакуации, находилась труппа Большого театра. В Куйбышеве я первый раз была в Большом театре на балете «Дон Кихот» с Лепешинской, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Я видела там же заграничные американские мелодрамы, балерина, а цирковой наездница, которая стала знаменитой балериной. Там была, кстати, балетная школа Большого театра в это время, в Куйбышеве. Музыку Шестаковича удалось доставить и в осажденный Ленинград. Партитуру переправил прорвавшийся через обстрел самолет. Выживших музыкантов искали по всему городу и на передовой. Там действительно отозвали с фронта музыкантов, и Элиасберг в филармонии в холодном зале сыграл эту седьмую симфонию. И не было бомбежек, как-то потрудились, чтобы немцы, чтобы не было налетов на город. Легендарная седьмая симфония совсем скоро прозвучит в Самаре еще раз. В городе пройдет одноименный фестиваль. Он откроется 7 сентября на площади Куйбышева. Музыку Дмитрия Шестаковича исполнит Академический симфонический оркестр Самарской филармонии. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. На страже более тысячи километров границы. С 1 октября в Самарскую таможню войдут еще две – Оренбургская и Ульяновская. Как в условиях трех регионов будут работать таможенники, узнала наша съемочная группа. Такое объединение таможенников первое в стране. Единая компьютерная база позволит объединить ресурсы трех регионов и ускорить процесс работы. Пресекать попытки провоза сомнительных товаров в регионах теперь будут более 900 сотрудников. Увеличится и число постов контроля с 5 до 16. Главные службы будут размещаться в Оренбурге и Самаре. Они как были, в Оренбурге была служба, так она остается. То есть в полном составе. Все и там есть также отдел контроля завоза ворот товаров, причем он даже больше, чем у нас, например, в Самарской. Таможни, вернее, таможни будут уже объединенные. Поэтому, конечно, они в полном рост работают и будут работать, продолжать работу. Предприятия все известные, все мы знаем. Но учитывая то, что как это все произойдет, посты все останутся на местах, они все знают. А начальники постов там тоже, говорится, люди серьезные, с опытом. Все свои участников знают. У нас же весь такой привоз в федеральный округ, он же спокойный. В Самарской области по результатам 2019 года было выявлено 153 тысячи контрафактной продукции. Уничтожено более 30 тысяч подпольной одежды и обуви. Мобильные группы проверили более 2500 транспортных средств. Самолеты, машины и грузовики. Таможники вместе с Российхознадзором изъяли 100 килограмм сыра из Италии, Франции, Финляндии. 144 килограмма утиной грудки, 199 килограмм украинских конфет и 25 тысяч упаковок с неизвестными таблетками, ампулами, в составе которых обнаружили сильнодействующие вещества. Возбуждено уголовное дело, медицинские препараты изъяты. На особом контроле трех регионов границы России и Казахстана. Работы, конечно, станет намного больше, потому что и количество мобильных групп вырастет, и протяженность границ, которую будет Самарской, там можно контролировать. С республикой Казахстан, соответственно, и работы для службы таможенного контроля. Объединение трех таможенных служб никак не затронет работы предпринимателей, возящих товары из-за границы. Юридические отделы, с которыми им приходится сотрудничать, останутся на прежних местах. Валерия Куценко, Василий Калдашов, События. Перед районами властями руководство города поставило задачу вывести из тени нелегальный бизнес. Многие коммерсанты на птичьих правах торгуют на рынках. На этот раз проверка нагрянула в торговые ряды в 15-м микрорайоне. Какие нарушения выявлены и кого наказали, увидим прямо сейчас. Что не торговая точка на рынке 15-го микрорайона, то нарушения у Елены Шараповой семейный бизнес. Парфюмерия фирма зарегистрирована на сына, торгует сама. Не знала, что нужно наниматься на работу продавца официально. Теперь придется заплатить штраф. Рейды по рынку 15-го микрорайона и по другим рынкам Самара проходят регулярно. По поручению главы города Елены Лапушкиной нужно вывести из тени весь малый и средний бизнес. Чтобы предприниматели регистрировали фирмы, правильно оформляли арендную плату, легально нанимали на работу продавцов. Пока с этим проблемы. Легализовать бизнес в Кировском районе сотрудникам администрации помогают полиция, прокуратура, налоговая инспекция. Во время совместного рейда комиссия выявила десятки нарушений трудового законодательства и предпринимательской деятельности. На данной точке нарушение неприменения контрольно-кассовой техники. С 1 июля 2019 года должна быть применена контрольно-кассовая техника. Реализовываться товар с применением контрольно-кассовой техники для ведения бухгалтерского учета. Мы как администрация района вплотную этим занимаемся. То есть каждый день рейды у нас, каждый день рейды. Это просто в обязанности у нас записано. На первый раз предпринимателей, нарушивших закон, строго не наказывают, вызывают на беседу в административную комиссию. Она работает еженедельно. Если консультации не помогают, то включается система штрафов от полутора до десяти тысяч. В прошлом году теневой бизнес Кировского района заплатил государству несколько сот тысяч рублей. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. В Самаре задержаны застройщики, обманувшие более 500 дольщиков. Речь идет о директоре и экс-учредителе компании застройщика ЖК на 18-м километре Московского шоссе. Мужчин задержали по подозрению в мошенничестве. Одного из них заключили под стражу, второго под домашний арест. Рассказали МВД России. По версии следствия, директоры и бывшие учредители компании заключили с физическими и юридическими лицами более 100 договоров участия в долевом строительстве. Но на расчетные счета организация поступила только часть полученных средств. Впоследствии строительство домов приостановили из-за отсутствия финансирования. По предварительным данным, ущерб превысил 95 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили еще в феврале 2019 года. Криминальную подоплеку в работе строительной компании на Московском выявили сотрудники прокуратуры после жалобы одной из пострадавших. Первым задержанным был бизнесмен Сергей Усачев. Более 60 миллионов рублей ущерба, 22 пострадавших и наивная доверчивость состоятельных бизнесменов. В Самаре судит Василия Монахова, который по сути создал финансовую пирамиду. Схема была простой, но эффективной. Монахов продавал машину бизнесмену с существенным дисконтом, чуть ли не за половину цены. Затем предлагал купить еще одну, брал деньги и исчезал с ними. Вырученные средства отчасти шли на то, чтобы войти в доверие к следующему предпринимателю и покрыть им разницу в цене очередного авто. Мой подзащитник в полном объеме признал всю вину по всем эпизодам, в содеянном раскаялся. Более того, признал все гражданские иски, заявленные многочисленными потерпевшими. Удивительно, но бизнесмены без особых сомнений отдавали крупные суммы малознакомому человеку. Сам Монахов в своей поступке объяснял многочисленными кредитами в банках, трудностями в бизнесе и тем, что ему нужно было поддерживать семью. Обвинение будет наставить на лишение свободы, взысканием в пользу потерпевших заявленных исковых требований. Поражает удивительная честность мошенника. Сразу после операции с деньгами он часто признавался потерпевшим, что обманул их. Сейчас Василию Монахову грозит до 10 лет тюрьмы. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Безработная мать двоих детей обратилась в управляющие органы за разрешением на снятие денег со счетов своих несовершеннолетних детей. Как оказалось, умерший отец оставил им наследство, которое и захотела снять жительница Самары, пояснив, что оно пойдет на нужды детей. Получив деньги, женщина купила себе парше, а сообщил о нарушении родственник. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Стало известно, почему был задержан вчерашний вылет из Самары в Ларнаку. Людям пришлось ждать несколько часов в аэропорту. Помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская рассказала, что причиной задержки стала поломка самолета. Рабочие нашли трещину на переднем стекле второго пилота. Напомним, Боинг 737 должен был вылететь в 7 утра. Однако вылет задержали до 13.40. Как сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия», борт заменили, в рейс пассажиры отправились на резервном воздушном судне. В субботу 7 сентября в Самаре ограничат продажу спиртного. Это связано с проведением молодежного праздника. Запрет на продажу алкогольных напитков будет действовать в день фестиваля студентов в 10 утра до 7 вечера, в границах улицы Куйбышева от Красноармейской до Венцика. А ночная торговля алкоголем в Самарской области запрещена в принципе. Ограничения действуют с 11 вечера до 8 утра. Со столичным размахом широкие проспекты, разноплановая архитектура и бульвары с различными зонами отдыха и фонтаном. В Самаре обсудили перспективы развития южного города. В микрорайоне есть свой Арбат – полуторакилометровый бульвар, где прогуливаются семейные пары, каких здесь много. Богат южный город и на детские, и спортивные площадки. Ежегодно здесь дается 200 тысяч метров жилья, в том числе и эконом-класса для молодых семей. Чтобы здесь появлялись новые и новые дома, чтобы условия проживания людей здесь, в том числе на территориях, которые будут дополнительно застраиваться, были более комфортными, более современными. Здесь есть свой детский сад, школа, спортивный центр, поликлиника и духовно-просветительский центр. Последний находится при храме святителя Николая Чудотворца. Его создание – это совместный благотворительный проект областных властей и русской православной церкви. Здесь занимаются дети от 5 до 18 лет. Секции абсолютно различные, преподают от азов православной культуры до компьютерной грамотности. Посещать центр смогут больше 200 детей. Если с образовательными учреждениями все более-менее понятно, то с рабочими местами сложнее. В микрорайоне проживают почти 12 тысяч человек трудоспособного населения. При этом рабочих мест порядка 4 тысяч. Необходимость интеграции Южного города с транспортной сети в город Самара. Мы понимаем, что мегаполис Самара, столица Самарской губернии. Чуть дальше мы покажем, что 90% жителей Южного города – это маятник и движение – делают на работу в город Самара. Транспортную доступность для жителей Южного города обсудили на межведомственном совещании. Проговорили и иные условия, которые необходимо создать здесь дополнительно для комфорта местных жителей. Впереди еще много переговоров, но одно то, что власти всех уровней собрались для конструктивного диалога, уже обеспечивает микрорайону самые позитивные прогнозы. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Новый двор лучше старых двух. По программе «Комфортная городская среда» в Самаре продолжается реставрация дворов. Какой стала зона отдыха на Кузнецово-11, увидим прямо сейчас. Я смотрю, что не разминает. Если не разминать, руки не бросают. Этого праздника жители 11-го дома по улице Кузнецово в поселке Управленческий ждали три года, рассказывает старожил и старше по многоэтажке Мария Сорокина. 40 лет назад в этот дом въехали первые жильцы. За десятилетия двор постарел и обветшал. Новую жизнь в него вдохнули активисты, а помог им в этом деле федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Очень благодарна я этому проекту и хочу, чтобы все люди добивались этого. Пока еще это идет программа, это такой подарок, я говорю, это просто бабушки вот наши. Я ее сегодня одну провела по этой плитке. В 83 года ей бабушка радовалась, как ребенок. Вот я хочу сказать, что бабушка радовалась, что это подарок для детей и для взрослых. Еще весной этот уютный двор с детской и спортплощадками, лавочками, урнами, ровной дорогой и автостоянкой было не узнать. Вспоминает управляющий микрорайоном Екатерина Смолина. Джунгли из старых деревьев и сорняка напротив дома. Разбитая детская площадка. Теперь здесь новая жизнь. На праздник обновленного двора высыпал весь дом от мала до велика. Они очень, на самом деле, очень дружный, активный двор. Они проектировали сами. А мы как бы шли навстречу и помогали установить левее или правее ту или иную конструкцию мап. Мы старались совместно, как и жители, как и совместно с администрацией Петербургского района, мы как бы подсказывали, чтобы не только там, на данный момент кому три годика, но и когда подрос, чтобы она была на многие-многие годы. Чтобы превратить старый двор в современный, жители должны предложить районным властям дизайн-проект и подать заявку для участия в федеральной программе формирования комфортной городской среды в районную администрацию. И когда все документы будут одобрены, строители приведут в порядок двор всего за пару месяцев. Здесь было затрачено достаточно большое количество средств, потому что двор был неухоженный, неблагоустроенный. Благодаря вот этой программе «Комфортная городская среда» выполнен достаточно большой объем работы. Значит, здесь, во-первых, выполнена работа по валке и обрезке деревьев, по наведению чистоты и порядка. Здесь были выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов, устройству парковочных карманов. Были выполнены работы по планировке и оборудованию детской игровой площадки. 11 дворов в этом году приведут в порядок в Красноглинском районе. Пять из них в поселке Управленческий, шесть на мехзаводе. Кроме этого, заживет новый жизнью сквер в поселке Прибрежный, но уже в следующем году. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Курочка по зернышку клюет. Крылья Советов заработали одно очко, сыграв ничью с московским «Динамо». А голкипер самарской команды Сергей Рыжиков признан лучшим игроком матча. Матч «Крылья Советов-Динамо» не вызвал ажиотажа у болельщиков. Стадион «Самара-Арена» заполнился только на треть. В прошлом сезоне команды разошлись миром. В первой игре победили профсоюзы, во второй – полицейские с одинаковым счетом 1-0. Начало нынешнего чемпионата страны у обеих команд складывается, мягко говоря, не очень удачно. «Динамо» на 10-м месте, «Крылья» 13-е. Поэтому нулевая ничья устроила всех. «Игра была рано, и думаю, что было видно, что и «Динамо», и «Димихо» хотим выиграть эту игру. Был хороших моментов и одних, и в других. «Моменты были, но немножко не хватило в завершении. К «Крылья Советов» понятно, что на контратаках пытались второй тайм действовать концовку. Нам нужно было этот баланс сохранить». У «Крыльев Советов» это первая ничья в этом сезоне, хотя был у команды голевой момент в концовке матча. Но мяч «Снайпер Соболев» забил из положения вне игры. «Сегодня мы не приобрели очко, а потеряли два. Я считаю, что могли выигрывать, но чуть не получилось». Хотя вкус победы футболисты «Крыльев Советов» и не ощутили, подсластил вымученную ничью галкипер Сергей Рыжиков. Эксперты признали его первой звездой матча. «В домашних играх в «Крыльях Советов» должны признаваться всегда лучшие нападающие, чтобы они забивали побольше. Курочка по зернышку клюет, так что очечка в копилочку, и идем дальше». Следующий матч команда Мядрага Божевича проведет в гостях у Краснодара. Продолжится выездная серия в Грозном с местным Ахматом. В Самару «Крылья Советов» вернутся в 20-х числах сентября, чтобы сразиться с Тамбовым. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...